Есть такая история в романе, очень прикольная. Там был один великий мудрец, и была одна тетка, и она жила в Руаши. Она жила в Руаши, она просто была известных жителей. Есть Аль и есть известных жителей. Поскольку Ваши драни, она почитала этого садху мудреца, он дал ей освящение, и она служила ему. Когда настало время, он стал сгорать в мистическом огне, она придержала, хотела тоже сгорать в мистическом огне. Он сказал, нет, нет, нет. Ты не морожешь, ты не готова сейчас. После того, как я выйти из этого мира, ты будешь послужить моему Ашему, готовить тебе благословение, что Господь Рамачандра, Сам Всевышний придет, и вот когда ты увидишь Его, то вот после этого ты можешь идти в духовный мир за мной. И она настолько верила в своё слово Буру, что она осталась и служила. Ну, только лет два, и вдруг пришёл туда Рамачандра. И она поняла, что... Она уже была в трясности, она была бабушка, она вышла туда Рамачандра. И она поняла, что в благословение Малакуру вот они пришли через сорок лет. Чтобы много лет я увидел Рамачандра. И он дал ей благословение. Он сказал, больше ты искренне ученица этого мудреца. И она как бы вошла в мистический огонь и вышла из юридического тела. Но прошло много-много лет, пока она обрела эти качества. Начало ей духовной жизни – молодой. Поэтому мы тоже сейчас, но только начало ей духовной жизни. Если ты думаешь, что это духовная жизнь в три месяца, в чьи мая. Долгие процессы. В результате этого процесса мы сможем определить, что это подлинное. То, что никогда у нас... Вы понимаете, что если мы обретём подлинные духовные качества, в следующей жизни они останутся с нами. Понимаешь, в чём фишка духовная? То есть, всё негативное – умрёшь вместе с телом. Карму ты отработаешь, неважно, где на каком плане быть я. А вот всё позитивное, всё трансцендентное, всё, что ты сделал сейчас, это не всегда записывается в памяти твоей души. Всё духовное – откладывается в память души. В следующей жизни ты будешь знать. То есть, в следующей жизни ты тебя включишь в контексте. Поэтому некоторые люди приходят и сразу включают, потому что они уже в прошлой жизни практиковали. Им много не нужно, им чуть-чуть нужно. Они уже накопили определенный запас из прошлой жизни. Они опять начинают и опять двигаются. Поэтому ты можешь приходить в этой жизни, уходить. На это вообще нельзя смотреть. Это такой вот процесс. Вне времени пространства и тренды. И есть какие-то души, которые зарубились, они круто практикуют всю жизнь. Как правило, люди могут выдать 100% какой-то духовной практике в начале своего пути, но это очень хорошо, потому что они получают саму дальнюю. И очень хорошо. Спасибо. Спасибо за просмотр. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...